Бойцы Егоров и Кантария, когда мы вспоминаем о Красном Знамени Победы, которое накануне 9 мая бойцы Красной Армии водрузили на крышу Рейхстага, на память приходят именно эти фамилии. Но, как часто бывает, неизвестных героев в истории гораздо больше. Именно о них призван рассказать проект «Знаменосцы Победы». Его запустили в честь 75-летия Победы в рамках акции «Бессмертный полк». Информационные фотостенды, портреты героев, фотозона и, главное, виртуальный аттракцион, позволяющий погрузиться в атмосферу памятных дней и узнать то, о чем не пишут в учебниках. Много очень групп пытались, либо водружали свои знамена на Рейхстаг. Один из знаменосцев, Кавыкин Петр Петрович, уроженец Крутихинского района, Алтайского края, тоже был в их числе. Он герой Советского Союза, он награжден орденами. И поэтому в Алтайский край приехала вот такая замечательная интерактивная квест-комната. Всего таких знаменосных групп было около 60. Точное количество до сих пор уточняют историки. А квест-комнат 14 по числу регионов, откуда родом герои. Барнаульская комната только открылась, так что работающие здесь волонтеры первыми оценили виртуальное приключение. Со всех сторон услышаны выстрелы. То есть это действительно даже становится иногда страшно. Ты понимаешь, каково это действительно им было, когда вокруг действительно постоянная опасность. И очень страшно, особенно когда ты находишься на этом здании. Оно тоже очень высокое, оно постоянно рушится. Ну и это еще не все. На площадке можно запросить информацию о ветеранах своей семьи, а также принести и разместить свою информацию о своих героях в базе бессмертного полка. Работать выставка будет до 18 октября. Илья Акчетков, Николай Шелко. День с толком. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова